Привет! Как твои дела? Все хорошо? Ты покушала? Ты уже покушала? Ну ладно. Каждый новый день Ебрагима начинается с обхода на ферме. Ведь держать кур занятие непростое. Нужно многое знать и учитывать, говорит молодой предприниматель. У корт двухразовое питание. Тут четкая иерархия. Сначала едят взрослые и только потом могут клевать молодые. Петя, он как бы взрослый, он обожает сталь, он здесь самый главный. Но Вася как бы говорит ему то, что своим куриным языком, то что нет, ты не главный, то что я главный. И у всех петухов это происходит. Каждый пытается доказать друг другу, что они лучше. Пока сатус главного у Пети никто не смог отобрать, говорит Ебрагим. Хотя довольно часто случаются петушиные бои. Бывают и пострадавшие. Их фермер выносит за пределы курятника в так называемый условный лазарет и выхаживает. Но птица нуждается в особенном уходе не только после боев. Он упал с насеста с самого верхнего ночью, когда у нас выключили свет, видимо. Потому что в ту ночь, после той ночи, когда у нас выключили свет, уже я обнаружила, что у него сломанная лапка. Он, видимо, не успел раскрыть крылья, упал и сломал себе ногу. Поначалу я думала, что с ним ничего нет. Но потом я поняла, что ситуация действительно серьезная. И то, что ее надо решать. За два года ведения куриного хозяйства четырехклассник Ебрагим уже многому научился. Сегодня у него на ферме около 200 кур. Ежедневно он собирает яйца и продает их. Я взял самопродуктивную породу куриц. Она называется ломан браун. Они больше всего сносят в год 360 яиц одна курица. В день, конечно, у меня не так много яиц бывает у моих курочек, но прилично. Летом бывает по три, по два лотка. Часто очень три. А в прошлое лето вообще в день я мог находить 114 яиц. Это был сюрприз от моих курочек. Больше двух лет назад, когда Ебрагим только заговорил дома о том, что хочет создать свой бизнес, его родные не восприняли это серьез. Тогда он был учеником первого класса. Однако мальчик смог доказать всем, что это не просто мечты. Мы как-то не восприняли ее серьез. Но потом, когда он четко расписал свой бизнес-план, показал нам в картинках, то есть он даже не расписал, он нарисовал свой бизнес-план в картинках, как он будет там через год, через пять лет, через десять лет. И мы поняли, насколько серьезными были его намерения, отнеслись к этому серьезно и всей семьей взялись за реализацию этого проекта, потому что, конечно же, ему нужна была в этом помощь. Сейчас Амина – пиар-менеджер Ибрагима. И поскольку мальчику нельзя по возрасту оформить бизнес на себя, ИП записано на сестру. Сейчас я в основном отвечаю за социальные медиа, то есть я ему помогаю в введении Инстаграма, мы с ним вместе монтируем ролики, прописываем сценарии. Точнее, сценарий прописывает он. Если нужно что-то вырезать, он вот так над душой стоит и говорит, вот это надо вырезать, вот это вот так сделаю, вот такую песню сюда вставь, вот такой звукоэффект. Прибыль со своего бизнеса Ибрагим тратить не торопится. Он собирает деньги на расширение. У моего папы там в Шамхале есть площадь длиной 2 гектара земли, 2,5 гектара земли, и там я хочу разместить поголовье в 5000 кур и сделать там очень большой курятник, чтобы была производительность выше. Но мне до этого еще слишком рано. Идти вперед надо потихоньку, потихоньку. Это то же самое, что и с карточным домиком. Если поставишь карточку не так, весь домик развалится. Яйца Ибрагим продают не просто в обычных лотках. Каждая клетка сопровождается фирменной картинкой, которую рисует и раскрашивает сам юный бизнесмен. Преподносить товар нужно уметь правильно, считает школьник, чтобы это было интересно и привлекательно для покупателя. От Сельмана Павла, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала.